Главные ошибки абитуриентов журфака. Как не надо готовиться к поступлению. Когда вы собираетесь поехать в путешествие, вы наверняка смотрите, какие отели, отзывы читаете и выбираете, где остановиться, исходя из отзывов. Также и здесь, только на другом уровне. Ни в коем случае нельзя доверяться только одному источнику. Если кто-то вам скажет, ой, журфак, фу, это ерунда, не надо туда ходить, вот это плохо, вот это плохо, меня оттуда числили, или моего знакомого, там ничего нового не преподают, ничему новому не учат. Это только один отзыв. А узнать надо отзывов десяток, наверное, у совершенно разных людей. И это относится не только к журфаку, мы говорим, это относится к любому журфаку, к любому вузу, который вы себе выбираете. А вы будете в пять вузов подавать документы. И поэтому нужно про каждое узнать мнение совершенно разных сторон. Конечно, не нужно ограничиваться на портале Яндекс.Карты, где отзывы о том или ином заведении. Вот если прочитать там, то картину не составите. Отзывы пишут обычно люди пристрастные, часто пишут сгоряча, часто пишут на эмоциях. И поэтому такие отзывы не являются объективными, и им не нужно руководствоваться. Хотя, повторю, прочесть нужно абсолютно все. И вот когда вы уже из всех источников узнаете про этот вуз, про этот журфак, то тогда уже можно подавать документы. Поэтому первая ошибка абитуриента – это опираться на один источник при выборе того заведения, куда вы будете подавать документы. Вторая ошибка – это абсолютизация мнения авторитета. Авторитет может быть разный. Это может быть школьный учитель, это может быть репетитор, это может быть преподаватель, который идет на курсах, это, в конце концов, родители. Если вам скажут, что журфак такой, или наоборот, только журфак, больше ничего. Это, опять же, абсолютизация. Абсолютизация. Если вам скажут, что ты пишешь, твои работы, фу, это вообще не серьезно, так никто не пишет, это отстой, и суваться нечего на журфак, дальше приемная комиссия тебя не пустят, не слушайте. Если вам скажут, что ты гениален, ты пишешь великолепные тексты, ой, тебя только на журфак, ты получишь 100 баллов, тоже не слушайте. Хотя это приятнее, чем первый случай. Всегда нужно, опять же, слушать нескольких человек, а лучше слушать всех и никому не верить, и делать свои выводы. Поэтому вторая ошибка – это абсолютизация авторитетов, абсолютизация репетиторов, курсов и так далее. Третья ошибка, она связана с обманом. Никогда не надо обманывать тех, кто вас готовит к поступлению. Это может быть, опять же, репетитор, преподаватель на курсах и так далее. Потому что любой обман, он рано или поздно к вам вернется. И обманываете вы, если вы захотите обмануть, обманываете вы только себя. Когда я занимался с репетитором, я однажды репетитора обманул и не написал сочинение на тему «Образы помещиков в мертвых душах». Это было единственное сочинение, за два года занятое с репетитором, которое я не написал и обманул репетитора. И когда я пришел на экзамен, первая тема, которую написали на доске – «Образы помещиков в поэме «Боголь мертвые души». Я понял, что вот эта обманка мне вернулась. Я, правда, так и не признался репетитору, что я обманул, и она так и не узнала об этом. Но я понял, что обманывать нельзя. Это третья ошибка. Четвертая ошибка – не надо быть на 100% уверенным в успехе или, наоборот, в неудаче. Второй, наверное, случай более распространен, чем 100% уверенность в успехе. Гуманитарный экзамен отличается тем, что там очень размытые критерии по сравнению с экзаменом, скажем, по математике. Там все четко – решил задачу, только один ответ может быть. А в сочинении, в ДВИ, там многое зависит от личности экзаменатора, многое зависит от вопроса. И где грань между темой раскрытой недостаточно подробно и темой раскрытой скорее подробно. Грань очень тонкая. Поэтому, если вам все пробники показывают 100 баллов, если вам репетитор говорит «100 баллов наберешь», это не значит, что вы наберете 100 баллов. Если вам какое-то сочинение, которое принесли преподаватели на курсах, отметили как сочинение высокого уровня, высочайшего, это тоже не гарантия, что вы столько же наберете на экзамене. Второй момент обратный. Нужно быть уверенным в себе. У меня была одна ученица в Домжури, которая после каждого занятия подходила и говорила, «Я не поступлю. Я очень плохо подготовлена. Я целый год с ней проводил терапию, но, видимо, так и не провел. Так и не удалось провести успешно эту терапию, потому что, когда она поступила, она поступила только на платное вечернее отделение. И то с большим трудом. То есть я уверен, что она поступила, низкий балл набрала именно потому, что она была абсолютно не уверена в себе. Поэтому уверенность в себе, в своих силах, в своем успехе – это очень важно. И ошибку допускают те, у кого низкая самооценка. Если у вас низкая самооценка, если вам капают на мозги окружающие, обратитесь ко мне, я вам постараюсь повысить самооценку. Ну и еще один момент. Не надо пользоваться шпаргалками на экзамене. Шпаргалки нужны. Шпаргалки помогают систематизировать знания. Но если вы принесли шпаргалку на экзамен и решили воспользоваться, то будьте готовы за нее пострадать. У нас каждый год на вступительных экзаменах удаляются экзамены абитуриентов, которые замечены за шпаргалкой. Это касается живого экзамена, который у нас был в доковидное время. Это касается и дистанционного экзамена, который мы проводим. Одна девушка, видимо, думала, что раз дистанционный экзамен, то можно не бояться насчет шпаргалок. И у нее сзади было зеркало. И преподаватель, который сидел у нее в электронном кабинете, он увидел в зеркале, как она пользуется шпаргалкой под столом. Эту девушку удалили с экзамены, и московский университет для нее оказался закрыт. Поэтому шпаргалкой им пользоваться не надо. Если это живой экзамен, то любой экзаменатор может вывести такого абитуриента, если он увидит, что он пользуется шпаргалкой. Конечно, вы скажете, что можно выйти в туалет, можно в кабинке запереться. Ну да, можно. Но вы теряете время. Это не так быстро. Это не как вы сидите в комнате, пошли в туалет, извините, вышли. Это займет у вас минут 20, то и полчаса, четырех часов, учитывая там очередь и так далее. Поэтому стоит терять столько времени на сомнительное мероприятие. Шпаргалка пусть у вас греет, пусть она вас согревает, но пользоваться и на экзамен я не советую. Ну и последнее, как не надо готовиться, не нужно паниковать. Паника только мешает. Паника относится как к абитуриентам, так и к родителям. Я когда прохожу на экзамен и иду мимо толпы абитуриентов, рядом с которыми мамы, бабушки, и я слышу такие разговоры, это мне просто не по себе становится. Какая-то мама начинает своего сына отчитывать при всех, при сотнях абитуриентах. Ты дурак, посмотри, какие умные люди вокруг, ты не поступишь, дубина, надо уходить отсюда, нечего и надеяться. Мне самому страшно становится, я думаю, боже мой, а что же испытывает этот несчастный абитуриент, когда он вот такой слушает? Понятно, что это не помогает. Поэтому, когда вы будете уже готовиться к экзамену и будете ехать на экзамен, постарайтесь, чтобы ваши родители уехали на дачу или куда-нибудь в Крым, в Турцию, чтобы они никак не вияли отрицательно на ваше настроение. Когда я был абитуриентом, да, у меня родители уехали путешествовать, со мной оставалась одна бабушка, которая мне готовила еду, обстирывала меня и минимально вмешивалась в процесс поступления. Естественно, что я не ходила со мной на экзамен. И родители приехали только накануне последнего экзамена, который я успешно сдал. Поэтому не нужно паниковать, не нужно поддаваться панике, которая сеет окружающий. Если вы даже в очереди на экзамен услышите вот такую маму, которая говорит, ну, куда ты поступаешь, отойдите от нее подальше и сошлитесь на меня, если вдруг что-то не так. Таким образом, главные ошибки абитуриентов мы с вами разобрали. Не нужно готовиться вот именно так, как я сказал. И если все эти советы вы используете, то в сентябре мы с вами встретимся в аудитории на журфаке. До встречи.